И о тихой охоте. Ежегодно с началом сбора грибов и ягод стартует и сезон людских пропаж. Спасателям все чаще начинают поступать сообщения о заблудившихся в лесу. В нынешнем сезоне пора активных поисков, похоже, уже в разгаре. А ведь впереди осень, и все заинтересованные службы профилактики активно проводят осведомительную кампанию. Что делать, если заблудился в лесу, и какие вещи точно пригодятся, если тихая охота неожиданно стала тихим кошмаром? Выясняла Вероника Гамзукова. 8 лет назад в Гомеле появился поисково-спасательный отряд «Симуран». Его задача – поиск пропавших без вести. В отряде сегодня числится более 200 человек. Главное качество волонтеров – желание помогать людям. Руководитель «Симурана» Юрий Березюк отмечает, что при поисках человека самое важное первые 70 часов. За это время людей, как правило, находят живыми. Хочется обратиться к людям, которые знают, что ваши родные, близкие, друзья ушли в лес. И если они в обозначенное им время не вышли, не вернулись домой, не отвечают на звонки по телефону, не ждать, сразу же обращаться в милицию, в МЧС напрямую к нам, чтобы мы не потеряли время. Потому что лес – это природная среда, тут может случиться все, что угодно. Сергей Примачев занимается поиском людей с октября прошлого года. У его одноклассницы пропал брат, и мужчина не смог остаться равнодушным. Этот случай стал одним из самых запоминающихся. Второй запоминающийся случай – это когда ночью пришло сообщение о том, что в Бобруйске пропал маленький ребенок. И тоже был собран клич, и среди ночи все выехали на поиски. Даже удивительно было, что столько людей собралось искать ребенка. Ребенка нашли тогда живым. Все хорошо. Мария Подкопаева в составе «Симурана» уже три года. Впервые она отправилась на поиски Максима Мархалюка из Гродно, который пропал три года назад. Девушка отмечает, что с того момента ее жизнь кардинально изменилась. А сегодня для нее самый главный страх – найти человека мертвым. Это даже вот трясешься весь от того, что ты нашел человека. Вот мы недавно нашли человека, одного дедушку в лесу. Руки трясли, стряслось все, гроза, дождь, но волнение. Мы успели тогда, и все хорошо закончилось. Но на волнение, на сильное волнение, то, что ты находишь человека живым. Если у меня будет стоять, или я пойду со своими какими-то друзьями гулять, или объявлен сбор, то я поеду на сбор. Ну, многие этого и не понимают, поэтому большинство друзей отсеялось. Даже на работе понимают, и бывает, что вот работают до 10, могут отпустить на пару часов раньше, когда говорят, что вот пропал ребенок. Ну, отпускают, идут на уступки, как бы все понимают. Симурановцы рекомендуют приобрести для своих родных часы с геотрекером. С ними вы всегда сможете отследить местоположение потерявшегося человека. Обязательно возьмите с собой телефон и пауэрбанк – портативное зарядное устройство. Не лишними будут спички, вода и лекарства, чтобы быть готовым к непредвиденным ситуациям. Если вы собрались на тихую охоту в приграничную зону, помните, с собой вам необходимо иметь паспорт, военный билет, водительское или служебное удостоверение. Также не будет лишним уточнить телефон ближайшей пограничной заставы. Бывают случаи, что приходится разыскивать и грибников. В прошлом году 81-летний мужчина вышел из дачного кооператива за грибами и заблудился. На второй день родственники мужчины обратились к пограничникам и попросили помочь. До этого его уже безуспешно разыскивали сотрудники МВД и МЧС. Две тревожные группы в течение 30 минут нашли пропавшего и вернули детям. Также был случай, когда заблудившиеся грибники вышли к рубежу инженерных сооружений и попали в кадр видеокамеры. Пограничный наряд, прибывший на место, уточнил обстоятельства и цель их нахождения вблизи пограничной полосы. А после проверки документов сопроводил грибников к месту нахождения их автомобиля. Случается разное, но это ведь не главное. Защита граждан – одна из важнейших задач органов пограничной службы Республики Беларусь. И любой законопослушный гражданин может рассчитывать на нашу помощь в любой ситуации. Ориентиром в лесу всегда служат реки и ручьи. В большинстве случаев они впадают в более крупные водоемы, где достаточно велики шансы встретить людей. Часто в лесу можно найти проезжую дорогу или линию электропередач. Заблудившемуся человеку необходимо держаться их, ведь они смогут вывести его к цивилизации. Были случаи, когда с нами связывался МЧС и попросили найти человека в том или ином месте. Они указывали, люди старались, уже более, наверное, опытные в таком случае, уже или знакомые с чем-то. Они подошли к квартальному столбу. Это такие столбы деревянные, коренные, с цифрами на щечках. Они сказали цифры, мы их сориентировали, где они находятся, сориентировали МЧС, в каком месте, по какой дороге туда подъехать к ним. Ну и так были найдены. Слово МЧС запустило мобильное приложение «Помощь рядом». В нем описаны различные ситуации и порядок действий в случае, если у вас произошло чрезвычайное происшествие. Кроме того, в этом же приложении вы можете одним кликом вызвать экстренные службы или позвонить родным. Вероника Гамзюкова, Александр Харлампов. Специально для программы «Де Факто».